Всем привет, друзья! Добрый день! Что у меня с голосом случилось? В общем, я долго не снимала влоги. День, два. Это долго, на самом деле, потому что я практически каждый день видео выставляю. Но на самом деле у меня было вдохновение и настроение. Но как бы не сейчас особо радужное, но я понимаю, что тоже надолго вас оставлять не хочется. У меня появились некие идеи для видео, поэтому продолжаем. Мы сейчас просто в ссоре с Лёшей, в конфликте, короче, поэтому я вот такая вот без настроения немножко. Ну, не важно. Не обращать на это внимание, это просто как бы такое маленькое оправдание, почему не снимала. Не было настроения вот из-за этого. Я уже собралась на индивидуальное. Сегодня я пропускаю пробежку, потому что сегодня самые дни, и я понимаю, что это просто неуместно. Я как-то уже бегала в это время и понимала, что это было совершенно неправильно. Мне после этого было очень плохо. Не то, что прям сильно, но становилось хуже по самочувствию. Я понимала, что лучше пока не давать такую нагрузку. Ну, в идеале, наверное, и танцевать бы не надо было, но я уже записалась и понимаю, что у меня не так много времени осталось до осени, до сезона, а я ещё не готова, как бы не доучила постановку, и поэтому танцы пропускать не хочется. У нас сейчас ещё так сильно хмарится, может быть, дождь снова падёт. Вчера вот на рынке кошмар был какой-то, там даже у конкурентов сорвало рекламу. Вот такой был сильный ветер, пыль, ну, хотя дождь был не сильный. Ну, какой-то циклон, наверное, просто был. Я жду уже осень, и поэтому сильно хочу кое-что приготовить, такое вот осеннее. Вы уже, наверное, по названию поняли. Для меня это вот такой осенний рецепт, уютный, ну, об этом немножечко попозже. Я сегодня даже не стала волосы ровнять, чисто как они есть, так и лежат. Мне это не сильно нравится, но я понимаю, что ровнять их сейчас бессмысленно, потому что, когда я танцую, у меня просто потеет всё, извините, спина, шея, голова, и у меня волосы мокрые, чёрти, по какому выглядят. То же самое будет, если сейчас падёт дождь, я попаду под дождь. Так что я просто сэкономила время. Мне нужно было ещё рекламу сделать в Инстаграм. Причём реклама такая очень полезная. Не знаю, видели вы её или нет. Она была в фрилансе. Там у меня заказывали рекламу на бесплатный четырёхдневный курс по фрилансу. То есть мне было приятно это рекламировать, потому что бесплатно. Бесплатно люди могли получить полезную информацию по поводу того, как зарабатывать дома. То есть не какой-то там развод, да, казино, сиди себе там, блин, рубись в игры и типа зарабатывай. А реальные вещи. Потому что у меня, например, моя подруга Анька, она вот как раз зарабатывает дома. Она фрилансер. И она зарабатывает нормально. Так она молодец. Она давно начала, на самом деле. Но она такая пробивная. Она в этом всём разобралась. И вот умеет делать деньги, не выходя из дому. И это очень полезно для тех, кто, например, в декрете или у кого маленькие дети. Ну, в принципе, меня тоже можно назвать, да, в какой-то степени фрилансером. Но, наверное, сейчас тяжелее развиваться с каналом, чем вот просто, да, в других каких-то направлениях. Надеюсь, вам просто, кто смотрел эти сторис, было полезно. Я стараюсь фильтровать рекламу, показывать то, что действительно людям нужно. В тот момент, когда тебе уже наполевать на то, как ты выглядишь, потому что ты танцевал до мокрых трусов. Это, конечно, обожаемые мои индивидуальные, когда вот так, когда ты просто насквозь мокрый, реально, говоря, волосы мокрые, вот как сейчас у меня всё тело. Это значит, что ты хорошо работал, ты трудился, и точно будет результат. А с другой стороны, ты выходишь, знаете, как лошарик какой-то, волосы мокрые, непонятно от чего. Всё вот это, знаете, на себя надевать, когда ты мокрый, и спешишь тоже как-то очень некомфортно. Но мы учим таблу, мы почти её доучили. Вот если там снялось нормально, я вам покажу кусочек небольшой. Весь танец я вам не показываю, чтобы не убивать интригу перед конкурсом. Но хочу сказать, что эта табла, конечно же, на уровень выше той, что мы танцевали несколько сезонов, несколько конкурсов. Здесь очень много трясок, здесь очень много тряски-качалки, которые у меня ещё плохо получаются, и которые, ну, очень для меня тяжёлые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они как бы и сейчас торчат Но была стабильная цифра 50 Ну что, ребят, принимаемся за рецепт булочек Сразу скажу, что рецепт такой Немножечко трудоемкий Он по времени затратный Поэтому запасайтесь силами, хорошим настроением И все, я думала, у нас получится Рецепт, который я нашла, текстовый Без видео, поэтому сегодня я буду Тестировать, если у меня все получится Вы его, конечно же, увидите И я думала, что если у меня все выйдет То и вы сможете все приготовить Значит, сегодня мы будем с вами готовить Липкие булочки Они также популярны Ну, в Америке, насколько я вычитала Как и синабоны То есть это тоже булочки с корицей Только их отличие в том, что они Сверху не сыром смазаны А залиты карамелью Как это у нас получится, смотрите далее Там, опять же, я же говорю, я готовлю по тексту Ничего толком не расписано Догадайся сам Ну, в общем-то, сначала все ингредиенты Нам нужно 100 грамм йогурта натурального Это у меня примерно Так, две Три Ну, вот где-то вот столечко Я так ложками столовыми уже все вымеряю И в принципе получается Дальше я добавляю сюда 70 грамм растопленного сливочного масла Два яйца Сразу добавлю сюда одну столовую ложку сахара И чайную ложку соли И пока что смешаю это между собой Эти жидкие ингредиенты Так как это булочки Конечно, мы берем дрожжи Здесь и в рецепте И я беру сухие дрожжи С ними, конечно же, проще Вроде как Ну, я думаю, что те, кто умеют работать с дрожжами Применят сюда и вот эти живые, да? То есть у нас за счет того, что масло растопленное Жидкость теплая получается Соответственно, в ней дрожжи вроде бы как лучше заработают Теперь я беру сито И примерно 400 грамм муки Сюда же я добавлю в муку чайную ложку дрожжей Вот это моя чайная ложка Я вот это стараюсь аккуратненько готовить Потому что я во вторник А нет, в среду я мыла кухню Я вам говорила, что нужно ее вымыть наконец-то Я потратила тогда 3 часа Но я это сделала Поэтому кухня у меня чистенькая, все убрано Я пока что не все 400 просеяла грамм Но тут на фоне, наверное, сейчас бардак вы видите Но ничего Я пока лопаткой смешаю Ну да, еще буду, наверное, просеивать А может и не буду Так, и все-таки оставшуюся муку добавлю Тесто сильно липнет Так, ну тесто я заколотила И сейчас смажу другую миску маслом Чтобы, если тесто поднимется, оно должно подняться Не прилипалось сильно к стенкам Чтобы не было его проще отсюда достать Пока тесто настаивается Мы будем готовить эту самую карамель Для нее мы возьмем орехи Они нам понадобятся Их нужно 80 грамм Их нужно порубить на такие вот небольшие кусочки Вообще-то я могла бы сделать это новым блендером Ну вот как-то так Что мы делаем? Мы берем сотейник Кто-то говорит ковш, кто-то сотейник Я когда в интернете искала информацию Было написано, что это тоже сотейник Поэтому можем подискутировать на эту тему 100 грамм сахара нам сюда нужно сейчас высыпать Тоже ложками поизмеряю И включаем огонь Медленно, потому что будет все пригорать Даже нам нужно добавить столовую ложку меда Сейчас оно все начнет топиться И между собой смешиваться Теперь нам сюда нужно добавить 50 грамм сливочного масла И хорошо-хорошо вмешать Сюда же по специям я добавляю пол чайной ложки соли Чайную ложку корицы Вот корица и дала этот цвет, кстати И это еще не все Сюда надо давать кардамон, который я не купила И правильно сделала, потому что я хорошая хозяйка Нашлись у меня дома И нужно взять 2-3 коробочки Сейчас я их раздавлю И там семена нужно сюда просто растереть Пахнет блин, обалденно просто Ну и последний штрих Сюда, конечно же, нужно добавить орехи Которые мы измельчили Ой, какая неудобная досточка Выключила карамель Мы перемешали все это с орехами Это уже выглядит очень аппетитно и ароматно Нам сейчас нужно сразу взять форму В которой мы будем запекать булочки В идеале выстелено пергаментом Я, кстати, это уже сделала И нужно на дно вылить эту карамель Она сейчас все просто будет распределить равномерно Да, карамель бы тоже встывает Я бы даже, знаете, сделала бы ее еще больше А орехов бы меньше И то, мне кажется, я меньше 80 грамм Посмотрим, как это все будет, конечно, в конечном итоге И надеюсь, что все получится В общем, распределяйте карамель немедля Потому что, ну вы видите, она бьется Ну и также нам нужно сделать начинку Потому что эти булки, как я и сказала, очень близки с синагонами И они также смазываются сахаром, с корицей и маслом Здесь нам нужно 50 грамм сахара 2 столовые ложки корицы И 50 грамм сливочного масла Можно смешать сразу, а можно смазывать маслом И присыпать сахаром Не знаю, как мне лучше сделать Как бы было удобнее Я все-таки решила сделать вот такую пасту Как и было в рецепте Даже еще чуть-чуть масла добавила Ну, чтобы легче было перемешивать И буду просто потом силиконовой лопаткой получать на тесте размазывать Это будет удобно Еще сюда нужно добавить, опять же, две коробочки кардамона Они как бы, я вам сейчас покажу Если вы вдруг не знаете Вот так вот их раздавили И здесь вот такие семена посыпались Это знаете, как стручок ванили Вот эти семена надо тоже измельчить Ой, это, конечно, непростая задача Потому что они твердые И мягкие А я не видела кардамонов Ну, как бы, порошком Тесто наше будем сейчас замешивать Ой, замешивать Господи, мы же уже его замешали Раскатывать У меня очень мягкое тесто получилось Прямо хорошо, что я больше муки не добавляла В любом случае, сейчас нужно чуть-чуть присыпать Потому что будет прилипать к столу Нужно раскатать большой пласт один Толщиной где-то 5-6 миллиметров Ну, вот такой у меня получился гигантский пласт Конечно же, неравномерный Потому что это я Ювелирного, конечно, у меня не получается ничего В таком плане Теперь вот так вот выкладываем Эту пасту с корицей и маслом И будем силиконовой лопаткой Или чем вам вообще там удобно Распределять по тесту Да, видите, так тоже удобно Потому что если смазывать маслом Потом вот это посыпать корицей И сахаром немножко неудобно Потому что они неравномерно сыпятся Они могут в одном месте больше высыпаться В другом меньше Ну, смотрите, в принципе Это все на ваше усмотрение Как там вам угодно Как нравится Конечно же, эту красоту теперь нужно завернуть Аккуратненько постараться Потому что, блин Вот это все так хаотично, классно размазывало Оно же липнет все равно к столу Надо делать максимально аккуратно Так Такая у меня колбасня получилась Там было написано в рецепте Что разрезали их на 7-8 штук А они сильно выросли Поэтому нужно типа еще больше резать Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Ну, вот как-то так порежу Теперь нужно булочки накрыть И оставить еще где-то на полчаса Ну, все Отправляем булочки где-то на полчаса В духовку разогретую до 180 градусов Ну, плюс-минус Ой Господи, смотрите по своей духовке опять же Итак, представляю вашему вниманию Липкие булочки Или карамельные булочки Все получилось, все прекрасно Я не снимала только что процесс всего этого переворачивания, доставания Потому что у меня с камеры скидывались видео Она, блин, разрядилась Короче, не важно Все это очень просто было, на самом деле Пекла я где-то 32, может, 33 минуты Просто сразу горячей вилочкой подоставала Перевернула На них была еще карамель И та, которая осталась в самой форме Я просто ее ложечкой вот так вот, как сказать, поразмазывала Потому что она не совсем прям жидкая Но все же текучая И нужно делать это очень быстро Потому что она моментально застывает, схватывается Ну, как вы видите, все булочки в карамели Получилось 12 штук Я пробовала отдельно карамель, она очень классная За счет того, что в нем мы добавили немного соли То есть, ну, получилась соленая карамель Я сейчас буду снимать какое-то красивое видео в Инстаграм Или фотку сделаю Не знаю, если у меня получится, конечно Сразу что хочу отметить Берите хорошие дрожжи, очень хорошего качества И кладите, наверное, чуть больше чайной ложки Ну вот мне показалось, что не хватило немножко роста в тесте Многие факторы, на самом деле, на это влияют Когда я раскатывала тесто, я сделала очень большой и очень тонкий пласт Это была моя ошибка Сделайте его чуть толще И сделайте его идеальным прямоугольником, если у вас получится И тогда, когда вы будете заворачивать, у вас булки будут больше Но они будут такие красивей, эстетичней То есть, у меня такие получились прям чересчур домашние Мне, в принципе, нравится Я думаю, что вкус от этого не пострадает Но вы просто смотрите, если я делаю какие-то ошибки И сразу на них учитесь Все ингредиенты я оставлю вам в описании Если будете повторять рецепт, обязательно отметьте меня в сторис Или напишите, или фотки пришлите Будет интересно На самом деле, рецепт оказался несложный Просто, что время немного занимает, да А так, я думаю, справитесь обязательно с ним Потому что, ну, он несложный Просто долго Ребята, сейчас одну булочку разрезала Это божественно Это очень вкусно Я не знаю даже, что вкуснее Синабоны или вот эти Мне все равно прикал этот факт Булки с корицей внутри Более спины Привет, друзья Утро доброе Как вы видите, у нас сегодня дождь Ну, я рада Потому что очень сильно парило Просто, что холодно И смотрите на этот лук Это просто... Ну, мама привезла носочки Специально для того, чтобы у меня ноги не мерзли Потому что, ну, я болезненная там Есть, короче, моменты Мне нельзя реально переохлаждаться Но я не собираюсь на скидать Потому что, в принципе, так нормально было Но это же мама Маме, кстати, очень понравился кардиган Мне он тоже очень нравится Красивый цвет Он такой тепленький И он прилично выглядит очень Мне нравится Поэтому я совсем не жалею, что дала за него 600 гривен Кто-то писал, что это очень много Но я считаю, что за такую симпатичную вещь не очень Ну, вот, бери, какая тебе нравится Мне нравится самый большой Ну, вот такую бери Они, в принципе... А с чем они там утренаются? Карамель, а внутри корица Я люблю, пусть пробую Ну, папа, шоу Он сейчас ее проглотит, как всегда А что-то просто несправедливо Чего? Одна такая большая, а одна такая маленькая Ну, как они... Маленькую я себе возьму А ты возьми себе... Не-не-не, возьми побольше Нет, я взяла уже все Ну, че ты такая против Они как-то не очень удобно их есть Ну, потому что они липкие Они такие должны быть Они называются в переводе липкие булочки Как синабоны Только с карамелью Очень пипно Да? Ну, не как пахлава Да? Такие сочные Ну, кушайте На здоровье Класс! Класс! Теперь все будут готовить По этому рецепту Если замолошки Вы рецепт, я не буду Не, не совсем Нет, просто все Время немножко занимает А так оно Не так уж условно Рыдок подошел к концу И я почему сегодня ездила В субботу Потому что Гаша должен был Ехать в село Но у него не получилось И он остался Мы все вместе посидели Был только один клиент Получается Сегодня вообще никого толком не было Суббота такой печальненький день Для рынка на самом деле У нас все хорошо Не поменитесь, все нормально Так что можно не переживать Все окей Но всегда нужно Над собой работать Я считаю Это касается всех Я хочу сильно посмотреть Новые джинсы Возможно сейчас и поедем Потому что у меня есть кулоты Но кулоты, вы знаете Джинсы нестандартные Нестандартная модель Плюс Они не под все идут Они всегда уместны И все-таки там Проветривается хорошо нога Есть тьмом Черные Но они такие Объемненькие Ну Тоже такие Знаете Не под все И вот я сейчас сижу В рваных топ-сикрет Которые были классные Все, но это скини конкретно Но так они разорвались ужасно Что я их только Вот на работу могу надеть То есть я их особо Так никуда не надеваю Они такие уже не очень Поэтому я хочу Именно их заменить На какие-то прямые джинсы Тоже такого стандартного Какого-то цвета Вот на осень Чтобы они практически Под все шли Вообще, я считаю Джинсов много не бывает И хотелось бы И какие-нибудь светлые И клеш мне нравится Но Надо знать тоже меру Тебе прям поменьше надо Да? Ну это не та вода И вообще Не, они тоже, кстати, ничего И карманы как раз Как я говорила Ну ничего Тебе их поменьше Сейчас я попрошу У них уже такая что-то есть Ну ничего Давай сначала вторые померь Мери-мери Ну большие Хорошо меня показывает? Да А я в них не должен Нет, нормально Это нет Я просто для интереса Хотела пьешь поделать Я тебе Вот это явно не твое Твои классические А тебе нет Вот сроки все Вот так классно Не, ну ты не будешь Ну что так по-своему ходить? Ну что так по-своему ходить? Ну я сейчас нахожу Представьте, меня зовут Диана Добрый день Это так хорошо, да? Сейчас тебе Для фотки вы с татами делаете А потом ты поворачиваешься И они не очень Сами по себе Видишь, они... Ну классические Я вообще не знаю Кто сейчас носит Здрасте Это бар Ну так вот А что килоты носит? Решили сделать остановку И пообедать У меня нет антисептика А у меня вот есть Короче, я взяла в матке Чай малиновый крафтовый Но он какой-то такой странный Он больше на смузи смахивает А Леша взял себе смузи фитнес Ему очень нравится Ну смузи здесь реально классные Мы уже как-то рекомендовали Реклана, реклана Леша взял себе вок Суши-вок А я взяла цезарь с курицей Нормально А что они в такие упаковке? Да, они типа с собой Все время Ну, как бы рекомендуют брать с собой Как-то странно Как будто я не в кофе Но я не в кофе Но я не в кофе Короче, пошли мы Миллион тысяч магазинов И в итоге нашли джинсы В магазине, в котором я уже Покупала себе джинсовку когда-то Но он мне нравится Тут, помню, вот турецкие вещи Я не помню точно Какие? Вот какие-то классные Я хотела просто прямые Вот они Наконец-то их нашла И сзади хорошо Сели спереди И в них, получается Этой точкой стройнее И ноги стройные Это все, что я мерила Вот я в манго заходила Да, в манго Вот Ну, это что я хотела Шикарно В манго зашла Вроде были неплохие Но они тоже были объемные Девушка такая Говорит Ой, вы будете за ними плакать Она, конечно, меня удивила Очень Сезонно Да, я сейчас прям в них и паду Могу комментировать, но не буду Покрутись, повернись Ребятки По-моему, кайф Вот я именно хотела Так я хотела Чтобы было это пространство Я думаю, вы сами видите Вы сравнили Как я выглядела во всех прошлых И как стройня от ног Прямая жизнь Короче, Диана молодец Все Всем пока Очень подходит для людей У которых проблемы с ногами Вот есть не очень много Проблемы Я читала Ну, это проблемы У тебя проблемы У меня нет проблем Я просто хотела еще в стране И выше села Мы с Лешкой Затр собираемся в село Проведать бабушек Воды Покупаем сейчас гостинцы И вот тут обязательно взять печенье Я подхожу к печенью У меня сразу крышу сносит Потому что я сама Обожаю печенье Обожаю его аромат Я люблю вот такого плана печенье Люблю бамбук И все прочее Но мы его не едим Вообще Мы вообще его не покупаем домой Вот крайне редко я могу съесть печенье Поэтому я стою и страдаю просто Просто страдаю Только что вышли из Сильпо И там мужчина сидит Уже не первый день Он сидит там Ну, как знаете Просто сидит Он, наверное, инвалид Ну, я не знаю Не присматривалась Старенький такой мужчина У него стаканчик Ну, вроде бы, чтобы деньги дали И я подошла И смотрю У него там вообще Там пару копеечек По 25 Я ему последнюю двадцатку отдала У меня в кошельке Больше ничего не было И он там Дай бог вам здоров И все Ну, как обычно Я такая Думаю, блин Может, эти два зривен Что-то там хлеб купит Не знаю Я говорю, Леша У него там одни копейки Что если он просто пьет Ты типа дала ему денег Как раз на это Ну, я тоже об этом сейчас подумала Думаю, блин Что если он реально просто Деньги на выпивку собирает Эти дурацкие мысли А, ты, короче, дофига хочешь Идиотские мысли На самом деле Ну, потому что Все из-за тебя Надеюсь, что он не пьет И я ему не дала денег На бутылку пива Это что-то ужасное Не хотела бы такое Ну, как бы Поддерживая Снять, стой Бистро, Диана Бистро Вот, что это? Еда Жук Паук Добрый вечер Снимал этот кошмар Я не знаю, что это Это был жук По имени Паук Давай, снимаем Итак Завтра, как оказалось Мы едем в гости К бабушкам Ботева Да Давай ляпу Потому что это непонятно Ну, не надо Не надо Люди Люди Извини Люди сейчас обрадуются Что не было видео Столько дней Люди обрадуются Что не было у меня Столько дней Давай, я тоже покажу Ну, не надо Так Ракурс Так себе Давай, давай Будто бы мы на кастинге Будто бы мы на кастинге Удмана Не надо Классить на стол Вот, да что Я эти пакеты на пол не клад В чем проблема Вот, пока что Они были на пол Ну, не тут же А там же Оказывается, не грязно У нас чисто Раздражает Пусть раздражает Господи Не у них же дома На столы кладем Ладно Мы взяли Типа, который натуральный Всели поделать С ягодами И обычные А, нет, не обычные Это гостиница Бабушка Да Это все бабушка Мне показывала Здесь пакетик с пряничками Вот такая упаковка Ваку шоколадных Да На фруктозе Видишь, на фруктозе Очень полезный Не полезный Очень полезный Каракум Чай Чай какой-то Потому что Потому что чай Упаковка финика Да Чай, который Еще один Потом две упаковки инжира Потому что кушай инжир Кушай инжир Порадуй свой жир Вот такие карамели Там куча конфеток Больше Конфеты Вот конфеты Вот конфеты 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 Ой, это же сиски Ну, тоже пряники Только шоколадик Огромное упаковка Сиски И Пески, да? Пески, да Мы еще Хотим остановиться Где-то там на трассе Купить Может быть по арбузу Либо на трассе Либо на рынок Мелитополя Зайдем Вообще-то, Леша Надеюсь, что у всех Практически растет А мне кажется Они уже отходят И в селе такого не знают Диан, я жил в селе Я знаю, что Мне кажется Ты бы жил в селе Вряд ли ты мечтал об арбузе Я как раз мечтал Когда машины приезжали Торвали арбузами Бабушка их по 200 кг Накуплена У всех же растут Мои бабушки Конечно У всех вот такие И едят не перейдят Все напишут, что ты жадная Не, может быть Те, кто живут в селе И не особо вдохновляют с арбузами Это тебе так кажется Ну, может быть Ты живешь в селе Может, мне кажется Не, если у тебя, конечно Свой огромный этот Огород Баштанами А половина из которого Для животных Засеяна Поэтому Поэтому я туда и еду Попастись Ну, конечно Ну, чувак Ну, что такое Ну, как Чуть-чуть Ну, купите Чуть-чуть С нами завтра кот едет Наверное Если мы его возьмем Возьмем Подберем его Такие у нас были дела Я очень приятно удивлена Что Многие мне писали Что соскучились по видео Что очень нас любят Это очень приятно Но я думаю, что иногда Когда хочется сделать какой-то перерыв В университете Лучше его сделать Реально Отдохнуть от видео Пойдем теперь Я не знаю Демонтировать это видео Спасибо, что нас смотрели Не забудьте подписаться на канал Поставить лайк Подписаться на наш Лешу инстаграм У Леши там вообще Прорыв в музыке Короче Поддерживайте его На мой музыкальный канал Ставьте лайки Дизлайки Пишите, какой я плохой рэпер Пишите, что я колхозник Все будет здорово С какашками Все Всем пока Пока